Студия, аудиокнига своими руками Джек Лондон, Белый Клык на юге Читает Александр Водяной Белый Клык сошел с парохода в Сан-Франциско Он был потрясен Вместо знакомых бревенчатых хижин Выселись громадные здания С дребезгом, напоминавшим виз крыси Двигались чудовищные трамваи Белому Клыку стало страшно Сознание собственного ничтожества охватило его Он чувствовал как никогда свою зависимость от хозяина И шел за ним по пятам Их ожидала коляска К хозяину подошли мужчина и женщина Женщина протянула руки и обняла хозяина В следующую же минуту Уидон Скотт вырвался из объятий И схватил Белого Клыка Который зарычал, как расферепевший дьявол «Ничего, мама», — сказал Скотт «А он думал, что ты хочешь меня обидеть Ну-ну, успокойся!» Уложил вещи, незнакомцы и хозяин сели в коляску А Белый Клык последовал за ней Через четверть часа коляска въехала в Сиерра-Виесто В поместье судьи Скотта Белый Клык многому должен был научиться здесь Жизнь в Сиерра-Виесто была очень сложная По сравнению с простотой жизни на севере Белый Клык не терпел детей И когда дети хозяина в первый раз подошли к нему Он зарычал и злобно сверкнул на них глазами Удар кулаком и резкий окрик Скотта Заставили его подчиниться их ласкам А он любил только одного человека Своего хозяина Скотт много ездил верхом И Белый Клык считал своей первейшей обязанностью Сопровождать его в такие прогулки Однажды хозяин мчался галопом по полю Как вдруг лошадь его метнулась в сторону Скотт вылетел из седла и сломал ногу Домой! Ступай домой! И расскажи там, что случилось Приказал он Белому Клыку Белый Клык не желал оставлять его одного Он сделал несколько шагов и тихо заскулил Домой! Раздалось приказание На этот раз Белый Клык повиновался Когда он подбежал к дому Все сидели на террасе, наслаждаясь вечерней прохладой Дети встретили его радостными криками И бросились ему навстречу Он зарычал и, повернувшись к жене хозяина, разразился оглушительным лаем Что-то случилось с Уиденом, уверенно сказала жена Скотта Все вскочили на ноги А Белый Клык уже сбежал по ступенькам, оглядываясь назад Словно приглашая всех следовать за собой После этого случая Обитатели Сиэра Виста Стали относиться к нему еще теплее Но жизнь послала ему испытания в лице Колли Овчарка изводила и преследовала его своим злобным рычанием Белый Клык старался не попадаться и на глаза Увидев Колли, он вставал с места и уходил Колли следовала за ним по пятам Излюбленный способ Белого Клыка избавиться от нее Заключался в том, что он укладывался на землю Положив голову на передние лапы И притворялся спящим Но однажды Колли побежала по лугу Увлекая Белого Клыка за собой Ее легкие укусы уже не причиняли ему никакой боли Белый Клык в момент забыл Что Колли отравляла ему жизнь Приблизительно в это время Газеты запестрели сообщениями О смелом побеге из тюрьмы Одного из заключенных Голову его оценили в очень крупную сумму золотом Алчные фермеры гонялись за ним с ружьями Полиция ни днем, ни ночью не прекращала поисков Женщины в Сиерра Висте были перепуганы Бежавший Джим Холл грозил отомстить судье Скотту Который вынес ему приговор Жена хозяина теперь впускала Белого Клыка На всю ночь в холл Однажды ночью, когда весь дом спал Белый Клык повел носом И сразу почувствовал присутствие в доме Незнакомого человека До его слуха доносили звуки шагов Белый Клык не стал злобно лаять Он знал, как важно застать врага врасплох Незнакомец ступал очень тихо Но еще тише ступал Белый Клык Незнакомец остановился около лестницы И прислушался Белый Клык замер Он ждал, что будет дальше Человек поднял ногу на ступеньку лестницы И в тот же момент Белый Клык бросился на него Он повис на незнакомце всей тяжестью И в одно мгновение опрокинул его навзничь Обитатели сейровисты проснулись от шума Слышалось громкое рычание Звон разбитых стекол И грохот опрокинутой мебели Перепуганная семья Столпилась на площадке лестницы Уидон Скотт и судья Скотт Осторожно спустились вниз Держа на готове револьвер Белый Клык уже сделал свое дело На полу лежал человек Зияющий раны на горле «Это Джим Холл», — сказал судья Рядом лежал Белый Клык Глаза у него были закрыты Когда люди наклонились над ним Он приподнял веки И чуть шевельнул хвостом «Плохо твое дело, бедняга», — пробормотал хозяин «Ну, это мы еще посмотрим», — заявил судья Направляясь к телефону «Откровенно говоря, у него один шанс на тысячу», — сказал хирург Полтора часа провозившийся около Белого Клыка «Но нельзя терять и этого шанса», — воскликнул судья Скотт Прикованный к своему месту Не имея возможности даже шевельнуться Из-за гипсовых повязок Белый Клык долгие недели боролся с болезнью Наконец настало время Когда с него сняли последнюю повязку Это был торжественный день Вся сьеровиста собралась вокруг Белого Клыка Он попробовал подняться на ноги, но упал Ему было стыдно своей слабости И, сделав героическое усилие, он встал на все четыре лапы Пошатываясь из стороны в сторону «Ему придется заново учиться ходить», — сказал доктор «Белый Клык вышел во двор А за ним почтительно шли все обитатели сьеровисты Мало-помалу дошли до конюшни А там около ворот лежала Колли И вокруг нее играли на солнце шестеро толстых щенков Белый Клык посмотрел на них с недоумением Хозяин подтолкнул к нему ногой Ползавшего по траве щенка Белый Клык почувствовал Как теплый язычок лизнул его в щеку Сам не зная, почему так получилось Он высунул свой язык И облизал щенку мордочку Люди встретили это аплодисментами Остальные щенки тоже подползли ближе И Белый Клык с важным видом Позволял им карабкаться на себя И скатываться на траву КОНЕЦ КОНЕЦ